То есть изначально о чем шла речь, что граждане, достигшие возраста 70-80 лет, получили льготу по инициативе Медведева 50%. И там же еще помимо входили инвалиды первой и второй группы, семьи воспитывающие инвалидов в эту категорию. Если, соответственно, граждане 70 лет, инвалиды первой и второй группы, воспитывающие детей инвалидов, соответственно, 50% получили, то 80-летние 100%. Но в рамках законодательства, то есть речь идет о тех категориях граждан, у которых не было других льгот, для них эта норма сразу стала действовать. Но в рамках применения законодательства несколько законодательств друг с другом наслоились, о чем идет речь. То есть по законодательству граждане должны выбрать одно какое-то направление льготы. И в случае, если мы говорим, у нас получилось, что у нас часть льготников получала субсидию за ЖКУ, то есть та часть, которая не получала никакие льготы, они сразу стали получать льготу за капремонт, и здесь вопросов не возникло. А вот возникла ситуация, что сделать с теми, у кого уже есть льготы. То есть закон говорил, что две льготы нельзя одновременно использовать. И вышел тот момент, что, соответственно, часть льготников, выбравшие ЖКУ, не могли выбрать льготу в полном объеме за капремонт. Если для граждан 70 лет и инвалидов первой группы, семей, которые воспитывают детей инвалидов, здесь вопросов не возникло, потому что льгота за ЖКУ также предусматривает 50% соответственно компенсации, то для граждан старше 80, от 80 старше лет, которые выбрали ЖКУ, получилась льгота за капремонт 50%. И поэтому возникал вопрос, что она же должна освободить на 100%. Поэтому вот именно для такой категории граждан, то есть где-то половина из данной категории граждан в полном объеме получала льготу, а половина из этой категории граждан 80 и старше лет, у которых была еще льгота за ЖКУ, соответственно, только в половинном объеме получала эту льготу. Поэтому, чтобы здесь вот эту несправедливость, соответственно, устранить, которая возникла в рамках применительной практики, и мы видели эти обращения у губернатора на активе, этот вопрос был поднят, соответственно, было поручение губернатора дать предложение, как решить этот вопрос. Поэтому вот сегодня мы эти предложения сформулировали, чтобы внести в наш закон именно поправку, связанную с тем, что для граждан, которые не имеют других льгот, и они продолжают спокойно получать в стопроцентном объеме, а те, которые имеют льготу на плату ЖКУ и 80 и старше лет, для них еще 50% компенсировать за счет, соответственно, средств областного бюджета. Поэтому с этой инициативой мы вышли, и дальше, я думаю, что в этом направлении сейчас эту тему обсудят в рамках, соответственно, всех комиссий согласительных, и губернатор примет окончательное решение.